Трудные места священного писания с библейским порталом Экзегет. А почему царь Саул не узнал юношу Давида? Это вопрос к 1 книге Царств, глава 17, стих 55. Давид и Голиаф, ну все, конечно, помнят, славная победа, и вот после этой победы Саул, тогда он царь Израиля, увидел, как Давид, будущий царь, но еще никто, кроме него, об этом не знает, когда Саул увидел, как Давид идет на встречу филистимлянину, вот на бой с Голиафом, он спросил своего полководца Авнера, я читаю свой перевод, чей сын этот юноша Авнер? Авнер ответил, да живет душа твоя царь, я не знаю. Тогда царь велел им разузнать, чей сын этот юноша. Ну все хорошо. Только маленький такой эпизод предыдущий, 16 главе, в самом конце сказано, что Давид прибыл к Саулу, стал ему служить, тот очень его полюбил, он стал оруженосцем Саула, то есть он ходил за ним с его оружием в руках, да, на всех торжественных церемониях вообще. Мало того, когда злой дух по воле Бога находил на Саула, Давид брал лиру, и Саулу бывало облегчение делалось лучше, а злой дух оставлял его. То есть он еще и придворный музыкант, фактически Давид от Саула не отходит, да, он его самый близкий слуга. И когда вдруг Давид появляется на поле боя, Саул говорит, да чей сын этот юноша вообще, кто это такой, откуда он взялся? Ну ладно, мы говорим, злой дух на него находил, возможно, Саул действительно сумасшедший, у него помрачение, одержимость, но его полководец не узнает Давида, хотя, естественно, если он первый слуга оцаря, то, наверное, при дворе каждый его знает. Ну и вот, когда после победы Давид возвращается, Авнер взял его, подвел к Саулу, голову Филистимлинина, он нес в руке. Саул спросил его, чей ты сын юноши? И Давид ответил, сын твоего раба Иша из Вифлеема. Интересно, в 17 главе вообще, кстати, Давид какой-то совсем другой, вот в 16 он уже на царской службе, а в 17 абсолютно нет. Здесь есть, правда, маленькая такая ремарка. В 12 стихе появляется вновь Давид, он был сыном Эфратяина из Вифлеема в Аудии, которого звали Иша, у которого было восемь сыновей. И вот трое старших отправились с Саулом на войну, ну, понятно, да, из восьми сыновей трое идут на войну, чтобы, если они погибнут, кто-то остался. А Давид был самым младшим. Ну, естественно, такая история, подросточек, который со старшими братьями хочет пойти, хотя у него еще силенок нет. И дальше такая маленькая ремарка. А Давид вернулся от Саула, чтобы пасти Атара своего отца в Вифлееме. Как это любимый слуга царя вернулся в деревню овец пасти? И царь его вот просто так отпустил? Не, ну, если он провинился и царь его прогнал, да, я это пойму, но ведь об этом ни слова. А Давид при дворе царя как будто сам по себе хочет, приходит служить царю, хочет, уходит, пасти овец, да, и вообще никто даже на это внимание не обращает. Демократия у них прямо, скажем, какая-то, анархия, лучше сказать. Ну вот, и дальше отец отправляет Давида, подростка, с продуктами для старших братьев. Ну, на войне там центрального снабжения, видимо, не было, значит, кто что с собой взял, то они все и ели. И периодически надо было им подвозить новую провизию. И когда Давид видит, как Голиаф выходит и вызывает на бой израильтяна, никто не решается. Тогда он вступает с ним в сражение, его еще отговаривают. Но это все дальше понятно, это очень хорошо знакомая история. Но почему Саул Давида не узнал? Ладно, если он был сумасшедший, но почему его не узнал вообще никто? А вот есть такое простое объяснение, что здесь два предания о Давиде. Что эти предания передавались довольно долго из уст в уста, и эти предания могли, что называется, расходиться в разные стороны. Согласно одному преданию, Давид стал слугой Саула еще до битвы с Голиафом. Согласно другой версии, ровно в момент битвы с Голиафом они с царем и встретились. А он был действительно мальчонкой из деревни, которого никто не знал. Но зачем тогда редактор соединяет все это в одном повествовании? Он мог бы взять одну из версий, правда? Не похоже книги царств на вот такой хаотичный набор газетных объявлений, где вообще ничего, ни с чем не связано. Это явно целостное и внятное повествование. Вот мне кажется, самый простой ответ, что автору важно, чтобы два портрета от Давида были вместе. Смотрите, мы видим, что Давид с самого начала появления своего на исторической сцене, он уже избран как царь, да, просто об этом еще никто, кроме него и Самуила, помазавшего его в царе, об этом не знает. Но на Давиде уже какая-то особенная благодать, да? Он легко входит в царский дворец, он садится подле царя, он успокаивает царя, когда на того находит злой дух. Вот это тоже явно некое действие божественной благодати, которое на нем проявляется. И следующая сцена войны, вот этот пастушок, который ничему не учился, который никому неизвестен, вызывается и побеждает самого главного врага, великана Голиафа, да? И в этом действие божественной благодати. И очень важно описать каждую картину целиком, полностью. И для второй картины даже гораздо лучше, чтобы Давид был неизвестен никому. Ну, потому что если он любимый слуга и оруженосец, то, ну, все-таки он при царе, да? Все-таки он должен был быть на войне, вообще как-то на войну пойти без оруженосца. Ну, не бывает, да? А оруженосец вот ровно для того и нужно, чтобы на войне сопровождать своего господина, подавать ему вовремя то меч, то копье, то щит, да? И здесь вдруг парень из деревни. А ведь Давид на самом деле парень из деревни, которого никто не знал, пока он не прославился, да? И мне кажется, что здесь может быть даже некоторая такая дисгармония в тексте, ровно для того, чтобы показать наиболее полно и выпукло, насколько важна история Давида, важная история Давида как любимого слуги, заместившего со временем своего господина. Между прочим, здесь в битве с Галиафом он ровно это и делает, это дело царя сражаться с богатырями противника. Но Саул не может или не хочет. Ну, а с другой стороны подчеркивается вот эта его Давида незнатность, его безвестность, скромность его происхождения, потому что и то, и другое очень важно. Ну, и, наверное, вот такие условности повествования, когда можно показать одновременно как бы с двух сторон, но с каждой стороны будет выделяться своё. Как было фактически на самом деле, мы, пожалуй, не знаем. Но в любом случае то и другое очень ценно для нас, потому что описывает Давида, выпукло описывает Давида как человека, который, ну, действительно, был поднят буквально из ниоткуда, потому что Господь его избрал, и который ответил на это избрание. Ведь, смотрите, Давид мог не пойти в царский дворец, мог не вызваться сражаться с Голиафом, но он рисковал и в результате выиграл. Так что, мне кажется, почему Саул, простите, не узнал Давида, самый разумный ответ, потому что логика повествования этого требует, даже если она противоречит какой-то фактической логике. Ну, вот текст и реальность, они могут находиться в сложных взаимоотношениях, и вот здесь, мне кажется, тот самый случай. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!